Была всегда связана с дворцом, который находится несколько подальше, по оси церкви. Это имение изначально принадлежало сподвижнику Петра Венихова Феофану Прокоповичу. Он был ахиепископ и отвечал за канцелярию, отвечал за внешние связи и был очень влиятельный в свое время. И в этом месте находилось его поместье. После смерти Петра Великого имение вскоре перешло во владение его дочери. Елизаветы Петровны. И по проекту архитектора Трезиния была построена усадьба в барочном стиле и церковь, Владимирская церковь. Усадьба была построена в характерном для того времени стиле, стиле рококо, барокко. И Екатерина, Елизавета часто посещала эти места, проводила здесь время. Был небольшой партерный садик регулярного характера. После смерти Елизаветы долгое время здесь ничего не было. Усадьба пребывала в запустении. И только в 1830-е годы она вновь обрела жизнь. В конце 1830-х, в 1840-х годах архитектор Штыкиншнейдер обустроил это место для наследника престола Александра Николаевича. Была заново отстроена усадьба. То есть в прежних габаритах использованы стены, оставшиеся от Елизаветинского дворца. И построена Троицкая церковь. И усадьба, и церковь решены в стиле барокко, которым виртуозно вонтела кектор Штыкиншнейдер. Парк, прилегающий к территории усадьбы, был тоже отформлен в стиле барокко. И регулярно сада, подстатки. И даже сады в этом саду были решены между корочками, 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 музыканками. Церковь и усадьбу связывали мост, каменный мост. И от усадьбы вниз спускалась красивая терраса. Друзья, можем проникнуть внутрь? Пригласили. А можно? Зайдемте. Зайдемте. Зайдемте.